Вероника Егошина – одна из самых юных участниц танцевальной школы. Ей всего 9 лет, но она уже четко для себя решила, что хочет заниматься именно уличными танцевальными направлениями. Мы танцуем джаз-фанк, на которое хожу больше, и хожу на хоп. Джаз-фанк – он танец женственный. Ну, он может быть, конечно же, и жестким, но чаще всего он более женственный. Любовь к уличным танцам объединила Веронику и других девочек в единую команду. И чтобы доказать, что танец – это в первую очередь эмоции и мысли, а не хореографический зал и недели тренировок, девочки вышли танцевать на улице города и сняли это на видео. Это уличный проект, я так его и назвал, улицы Саров, потому что хип-хоп-культура – это улицы. И очень хочется, чтобы ребята, не важно, даже не наши ученики, но выходили на улицы и просто танцевали, потому что это и есть как раз культура. Воспитанницы студии сняли уже два танцевальных кавера. Первый был сделан в старой части города. К записи второго видео подошли с особой ответственностью и выбрали территорию Саровской ривьеры. Здесь очень нестандартная обстановка для города. Это дома. Хорошее место, здесь красиво. Красивые дома и зеленая травка. Шторм-дэн-студия существует в нашем городе уже не первый год и несколько отличается от привычных горожанам танцевальных школ. Прошлым летом руководитель студии Денис Настагунин учился в Лос-Анджелесе и полученный там опыт теперь реализует в нашем городе. Там преподают хореографы звезд шоу-бизнеса, потому что Голливуд. И мне очень понравилась та манера ведения занятий, потому что она очень открытая, она очень дружелюбная. И я эту манеру ведения занятий принес сюда. И эта манера ведения занятий прижилась. Как признаются воспитанницы, Шторм-дэн-студия стала для них настоящей танцевальной семьей, а не просто местом, где разучивают новую хореографию. Мария Ирунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.